Мы часто слышим в СМИ приставку «аномальный» к описанию явлений природы. Аномальные морозы, аномальная жара, аномальные осадки. В связи с этим можно бить тревогу, а можно допустить тот факт, что из любого правила есть исключение, и ритмы природы иногда меняются. Так, в 2019 году весна оказалась крайне благоприятной для размножения крупных бабочек репейниц, или на латыни Ванесса Кардуи. В этом мае они везде. На лесных опушках, полянах, обочинах дорог, полях, лугах, по берегам рек, в пустошах, заросших сорной растительностью на цветниках, во дворах. И это понятно. Питается бабочка нектаром на цветущих растениях, но больше всего репейницу привлекают растения мать-мачехи, чертополоха, тысячерестника обыкновенного, а свои яйца она откладывает на крапиве. И если сначала это крылатое нашествие было воспринято как одно из весенних красот, то спустя некоторое время порхающие насекомые стали вызывать серьезные вопросы у жителей. Очень много бабочек. Так, то есть заметно. Заметно, да. И во дворе у нас, и везде, на деревьях, вот прям нашествие. Очень много, наверное, вот у них какое-то время. Там столько домов, я тут сирийский, у нас никогда столько их не было, это тучи. Сами вообще опасаетесь такого явления или просто красиво? А почему бабочки же красивы? Это же не комары там, не слепни какие-нибудь. Сергеевские средства массовой информации связались с московскими липидоптерологами, специалистами по бабочкам, которые помогли точно определить вид насекомого и пояснили, что сейчас идет их обычная ежегодная миграция. Это одна из самых известных среди бабочек путешественниц, перелетающих на большие расстояния для зимовки. Обитающие в Европе зимуют в солнечной Африке. За день они могут пролетать примерно 500 километров со скоростью 25 километров в час. Мы поинтересовались ситуацией и на сергиевских полях, пообщавшись с управляющими крупных аграрных предприятий, работающих на территории Сергиевского района. Пока ими идет изучение положения дел и размера возможной угрозы, которую, по их данным, можно признать незначительной. Гусеницы-репеницы в большей степени поражают сорные растения, причем в малых объемах. Хотя в южных регионах страны в особенно жаркие годы крапивницы могут поражать помидоры, баклажаны, культурную сою и бахчевые культуры. Поэтому нам остается наслаждаться красивым явлением и надеяться на благосклонность природы, на мягкое лето с обильными дождями. Екатерина Реснянская, Александр Жуков, Дмитрий Сурков для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова